Приветствую, друзья! Я Ольга Лепатова, и вы на моём канале «Жизнь как путешествие». Вы когда-нибудь ходили на международный кинофестиваль в пляжных тапочках? Свобода или смерть? Кино на песке. Вы когда-нибудь ходили на международный кинофестиваль в пляжных тапочках? А я вот иду. В прошлом году было ещё интереснее. Пошла-то я в туфлях, но их тут же пришлось снять, и я ходила босиком. Сейчас уже половина девятого, и, конечно, стремительно темнеет, потому что Варда – это юг. Здесь не белые ночи. Я даже не представляю, что мне удастся заснять на фестивале, но что-нибудь, наверное, получится. Кто-то уходит с пляжа, потому что вечереет. А кто-то приходит на пляж, потому что именно здесь состоится кинофестиваль. Уж не на кинофестивале это приехали. Он вполне настоящий, зарегистрированный. Ну вот, мы подошли с вами к очень колоритному рыбацкому посёлку «Карантино». Он совсем крохотный, но пять лет назад стал местом проведения масштабного международного кинофестиваля. Находится посёлок на пляже, и домики стоят прямо на песке. У них и фундамента-то нету в нашем привычном понимании. Карантино. Название необычно звучит. А на самом деле всё очень просто объясняется. Ведь Варна – это крупный международный порт. И когда-то именно сюда селили моряков с подозрением на инфекционные заболевания. И 40 дней держали их в карантине. Ну а теперь здесь живут рыбаки. Их совсем немного. Они ловят рыбу, собирают мидии, имеют маленькие огородики, прямо на песке. И украшают улицы своего посёлка всем, что посылает им море. Впрочем, посёлок этот настолько колоритный и уникальный, что заслуживает отдельного видеорассказа. А сейчас давайте вернёмся к фестивалю. История этого фестиваля – убедительный пример того, как даже небольшая группа людей может отстоять свои гражданские права перед большой политикой и большим бизнесом. Правда, если живут они действительно в цивилизованном обществе и грамотно действуют. Началось всё несколько лет назад, когда прямо за посёлком развернулось строительство железобетонного монстра, апартаменты в котором стоят немалых денег. И вот для того, чтобы этот перл современной архитектуры оказался на первой линии, застройщики начали добиваться, чтобы рыбацкий посёлок был снесён. Но простые рыбаки не захотели с этим смириться, и они начали действовать. И очень скоро на помощь им пришли гражданские организации Варны, а затем и мирового сообщества. И вот уже пятый раз в посёлке проходит международный кинофестиваль. А варнинские власти вынуждены поддерживать это мероприятие и содействовать его проведению. Свобода или смерть. Эти слова не начертаны на флаге, который в этом году организаторы фестиваля вручили рыбакам. Они прозвучали в момент вручения. И было сказано о том, что граждане всегда должны быть готовы организованно отстаивать свои права. Иначе их власти просто отнимут. Международный кинофестиваль носит название «Карантина». Во-первых, для того, чтобы сохранить этот рыбацкий посёлок. А во-вторых, потому что создан он для молодых кинематографистов, стоящих пока в стране от большого кино и ищущих туда дорогу. А ещё с лёгкой руки одного из журналистов его называют «Кино на песке». Как видите, в шлёпанцах не только я. А здесь и невозможно по-другому. Это же пляж. В этом году фестиваль проходит пятый раз. И здесь представлены короткометражные фильмы молодых кинематографистов из 16 стран мира. Япония, Франция, Испания, Польша, Швейцария, Иран, Чехия, Италия, Англия, Голландия, Индонезия, Германия, Украина. Фильмы документальные и игровые. Атмосфера здесь очень простая и свободная. Стулья переносные, экран надувной. А вот и кинопроектор. Перед началом фестиваля добровольцы расчистили пляж. Начинается церемония открытия. Добър вечер на всички. Добър вечер на петото издание на Международния кинофестивал, карантината, 2019 година. Продолжение следует... Ну, в добрый путь, доброе дело. А что? Нормальные кадры получились. Все хорошо видно. И показала все, что хотела.